Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу, наш канал о морских свинках. Подписывайтесь, если вы до сих пор не подписаны, ведь у нас тут три классные морские свиньи, которые очень рады видеть вас на нашем канале. В сегодняшнем видео немножко поговорим о рационе, уже в который раз я снимала не одно такое видео, но думаю, сегодняшнее кормление будет для вас интересным, так как в рационе сегодня будут присутствовать ягоды, а в разгар летнего сезона ягоды это очень актуально, я получаю множество вопросов по поводу можно ли давать ягоды свинкам, как их давать, в каких количествах и так далее. Начинаем свой прием пищи мы всегда с, так сказать, полезных твердых продуктов. Свинки за кадром уже съели молодую морковку и сегодняшняя видеоотчетность начинается именно с поедания свеклы, потому как сперва нужно дать действительно что-то такое полезненькое, твердое, чтобы свинки поточили свои зубки. В общем, все как у людей, сперва едят полезное, иногда невкусное, там суп, да, кашу какую-то, а потом уже десерт. Так и тут, потому что если свинкам сразу дать, например, ту же самую черешню, то они наедятся сладкого, сахара и потом уже не захотят грызть твердые овощи. Валик у нас немножко опоздал на прием пищи, он вымывался тщательно, потом прибежал. Иногда я их кормлю по разным этажам, сегодня буду давать все вместе им. Предлагаю огурчик, у нас какие-то свиньи не очень правильные, большинство свинок обожают огурцы. Пишите в комментариях, любят ли ваши свинки огурцы. Мои как-то более-менее равнодушны к этому продукту, они, конечно, могут погрызть, но для них это не первостепенно. Странно, потому что очень многие владельцы морских свинок, с которыми я общалась, все в один голос твердят о том, что огурец это просто самая любимая еда свинская. Но у всех свои предпочтения и, видимо, это нормально, что не все свинки любят что-то такое одинаковое из еды. Поэтому у нас сначала мы съедаем твердые овощи, но я знаю, что свинки больше всего ждут зелень, в особенности Арнольд. Арнольд обожает, он ждет, он не ест никакие другие овощи, ждет свою зелень, наедается зелень и уже потом приступает к поеданию другой пищи. Сегодня в зелени у нас мята, у нас укроп, петрушка. Толик сразу же хватает мяту, так как он ее обожает. Валик тащит тоже петрушку, укроп. В общем, они съедают этот пучок буквально за минут пять и и потом уже можно кормить свинок десертом. Мяту у нас Толик очень сильно любит, он ее поедает в первую очередь и даже не делится с другими свинками. Я мяту тоже люблю, она очень классно пахнет и покупаю как себе, так и свинкам. Вообще удобно, что с появлением морских свинок обогатился и мой рацион, потому как раньше какие-то салатики не хотелось есть, а сейчас в доме всегда есть морковка, всегда есть базовые овощи, зелень и я могу также это использовать и улучшать свою фигуру в том числе, потому как это все очень полезно для организма. Так что свинки имеют вот такой вот плюс, который способствует общему улучшению состояния здоровья у всей семьи. Что касается ягод, ягоды мы даем крайне редко, один или два раза в неделю, потому как они очень сладкие бывают и это будет вредить здоровью свинок, если они будут есть в большом количестве подобные вещички, поэтому все строго ограничиваем, но балуем вот такими вот лакомствами. Конечно же свинки у меня любят пожевать сладенькое, у нас самый любимый фрукт это виноград, виноград кишмыш, который еще не продается у нас в магазинах, его сезон будет ближе к концу лета, в сентябре, а пока свинок радую клубникой. Кстати, к клубнике свинки мои абсолютно как-то равнодушные и это тоже странно, я предлагала им разную клубнику, они ее практически не едят, зато посмотрите как они реагируют на черешню. Итак, тот самый момент кормления десертом. Предлагаю клубничку, посмотрите на эти равнодушные морды, им абсолютно все равно, но абсолютно все равно. Клубничку можно давать с листиками, с зеленым вот этим кончиком и свинки по идее должны это кушать, но мои не хотят. Что касается черешни, то черешню мы даем без косточки, вынимаем косточку и черешня очень сладкая, поэтому ограничиваем. Нужно строго следить, чтобы свинки не съедали больше, чем положено. Если у вас несколько свинок, понаблюдайте за тем, чтобы одна свинка не съедала в два раза больше, то есть не забирала у соседа. У нас такое бывает, что валик доедает свою черешню, потом бежит к Толику, отнимает у Толика черешню. Я контролирую, сижу, потому что надо, чтобы каждый съел по ягодке, а не одна свинка, три ягодки. Валик получил свою черешню, любит он ее. А клубника, кстати, осталось у нас лежать еще несколько часов, ее так никто и не ел. Они играют ею в футбол и кушать не хотят, хотя очень полезная ягодка. Вот добрался Арни до черешенки. Они любят сладенькое, надо баловать своих свинок. Иногда даю банан им, также очень редко, и банан они тоже быстро очень съедают. Даю им яблочко. Яблочко тоже неплохой полезный фрукт, но который тоже стоит ограничивать. Кстати, в нашей группе ВКонтакте есть мини-альбомчик, где указано, какие продукты можно давать свинкам. Так что подписывайтесь на наш паблик ВК, ссылка всегда есть в описании под каждым нашим видео. Подписывайтесь на наш Инстаграм, который называется Свинки Шоу. И подписывайтесь на наш канал, а также на личный канал хозяйки морских свинок, который называется Янина З. Лайк на это видео, конечно же, не забывайте поставить. Ну и увидимся в наших следующих роликах. Всем отличного настроения и всем пока!